Добрый день, уважаемые коллеги! Добрый день, телезрители телеканала МТМ! Мы рады приветствовать вас в нашем муниципальном пресс-центре, чтобы вновь обсудить актуальные вопросы, проблемы и перспективы жизни нашего города. Тема сегодняшней пресс-конференции – семейные мастер-классы и фитнес-танции, детские конкурсы и спортивные соревнования. Горожан приглашает фестиваль семьи. Осветить эту тему помогут наши гости. Начальник отдела по работе с молодежью и семьей Департамента образования и науки, молодежи и спорта Запорожского горсовета Игорь Сергеевич Филипенко. Директор городского центра помощи, руководитель проекта «Фестиваль семьи» Дмитрий Анатольевич Матюхин. И председатель городского молодежного совета при Запорожском городском совете Виктория Владимировна Агентаева. Сегодня мы хотим вам презентовать нашу уже ставшей доброй, хорошей традицией для города Запорожья проект «Фестиваль семьи». Хочу сказать, что он уже будет проводиться у нас в третий раз. И отрадно, что он собирает все больше и большее количество людей, детей, семей, которые принимают участие в этом проекте. Для нас важно, что этот проект объединяет наши семьи, объединяет наших детей, объединяет нашу молодежь в рамках единой, одной, наверное, концептуальной вещи. Это семейные ценности и популяризация института семьи. Хочу сказать, что отрадно, что в этом году этот проект вырос. И в рамках реализации проекта был проведен круглый стол по теме семейных ценностей, в котором приняли участие представители общественных организаций, государственных структур, органов местного самоуправления, которые занимаются вопросами семейной политики. То, что касается департамента, я хочу сказать о том, что у нас действует программа поддержки семьи и молодежи, которая определила основные направления работы с нашими семьями. И вот в рамках празднования Дня защиты детей мы подготовили подарки, канцелярские наборы для детей, которые особенно нуждаются в нашей социальной внимании и поддержке. Это дети-сироты, дети, позбавленные батькифской опеки. Это та категория, которой прежде всего мы обращаем на нее внимание. Плюс одно из направлений, которое мы реализуем, это сложные социальные вопросы, которые связаны с предупреждением насилия в семье. И хочу сказать, что в городе Запорожье, это единственный город, который финансирует программу, коррекционную программу, и общество психоаналитиков и психологов взаимодействия, то есть это те специалисты, которые получили лицензию на проведение подобной коррекционной программы в Киеве, обучающие семинары были проведены, они проводят эту работу совместно с нами. И вот хочу сказать, что в прошлом году у нас было 30 человек прошли эту коррекционную программу, то есть это те родители, наверное, в кавычках можем назвать родителями, которые допускают формы насилия по отношению к детям, по отношению к своим вторым половинам. В этом году у нас уже 36 таких человек, органами внутренних дел, направлено на прохождение этой коррекционной программы. Поэтому такое направление работы, которое мы реализуем и будем дальше продолжать. Помимо этого у нас уже стали добрые традиции проведения всевозможных различных социальных акций, мероприятий, приуроченных к Дню защиты детей, к Новому году, к Дню молодежи. То есть мы обязательно не забываем о наших семьях, приглашаем их для участия в наших проектах, как социальной направленности, так и культурной направленности. Буквально сегодня на нашу встречу был звонок как раз от многодетной мамы, которая спрашивала, какие мероприятия будут проведены в рамках Дня защиты детей. Не хочу сказать о том, что отрадно, что наших семей интересуют вопросы не только материального обеспечения, но и культурного досуга, потому что это тоже очень важно, чтобы мы не забывали о нашем творческом развитии наших детей, нашего города. Поэтому эту работу мы будем продолжать. И я думаю, что как раз сегодняшний проект, фестиваль семьи, как раз прежде всего направлен на раскрытие наших творческих талантов, наших детей, для того, чтобы они могли провести грамотно и полноценно свой досуг, особенно в преддверии летних каникул. То, что касается департамента, я хочу сказать о том, что мы занимаемся также вопросами оздоровления. И 1395 детей у нас будет оздоровлено в летний период за счет средств городского бюджета. То, что касается фестиваля семьи, хочу презентовать такую афишу нашего мероприятия, где у нас определены основные организаторы, они как бы традиционные. И мы благодарны городскому молодежному совету, который три года назад инициировал проведение данного фестиваля. Безусловно, я говорил о том, что поддерживает наш департамент образования и науки молодежи и спорта, поддерживает и выступает активным участником и организатором городской центр помощи. Мы также благодарим партнеров и спонсоров мероприятий, которые откликнулись, потому что понятно, что финансовые средства, которые выделяет департамент образования, они недостаточно для того, чтобы покрыть все расходы на проведение такого масштабного мероприятия. Вот поэтому мы, конечно, признательны всем нашим спонсорам, Эпицентру, Айсу и другим, которые активно примут участие в этом мероприятии и оказывают нам финансовую поддержку. Хочу сказать, что принято соответствующее решение исполкома городского совета о проведении этого мероприятия, которому придан статус городского мероприятия массового значения. И даны поручения, необходимые всем службам, для того, чтобы праздник прошел безопасно, активно, и все вопросы, которые необходимы будут решать при организации проведения мероприятия, не учтены в решении исполкома городского совета. Мы тоже традиционно, это мероприятие поддерживает лично городской голова Александр Ченцанович Син, поэтому мы тоже ожидаем, что он будет на нашем празднике. Неделя супружества Неделя супружества – это всемирное движение, и оно существует уже, я не знаю, больше, наверное, 20 лет. И молодежный совет, как-то вот мы сидели и размышляли о том, чем должен заниматься молодежный совет, когда я еще был заместителем молодежного мэра. И все-таки семейные ценности и популяризация семейных ценностей – это то, чем должна заниматься молодежь. 18 числа в городском совете прошел круглый стол. Очень хорошо прошел, очень много было людей. И все-таки мы видим, что у общества сегодня есть запрос, есть запрос на хорошую, крепкую, здоровую христианскую семью. Мы живем в христианской стране, и почему-то нам стыдно говорить о том, что нужно заниматься популяризацией библейских и христианских ценностей. В этом году наше мероприятие, оно становится масштабнее. И наша организация, она в основном занимается помощью переселенцам, она занимается помощью пострадавшим в АТО, помощью семьям погибших и так далее. И мы подумали о том, что в этом году мы бы могли больше сделать. Я хочу презентовать вам подарки, которые получат детки в парке «Дубовая роща». Если в прошлом году мы запланировали и раздали детям 1300 вот таких подарков, то в этом году наша организация предоставит 2000 таких подарков. Эти подарки собраны семьями за рубежом, семьями из Канады, семьями из Соединенных Штатов Америки. Наполнение этих подарков я при вас открою. Я смогу вам показать. Там находятся детские игрушки. Вот в этом подарке я вижу, что даже здесь есть письмо в конверте. Поэтому детки, получив такой подарок, они смогут установить контакт и иметь общение с кем-то из-за рубежа. Чем хороши подобные подарки? Тем, что это будет мотивировать и наших деток, вот в то сложное время, в которое они растут, мотивировать к тому, что когда-то в детстве они получили подарок, собранный какой-то семьей. Может быть, это будет мотивировать их воспитывать себя и своих детей так, чтобы помогать в трудную минуту детям в другой стране. Еще хочу сказать несколько слов о том, что семейные ценности очень важны. Для того, чтобы одерживать победу на всех фронтах, нужно не сдавать самый важный фронт. Это семья. Фестиваль Сиби Традиционная. В этом году мы решили сделать больше локаций, мы так называем, по парку, именно семейных. То есть все мероприятия, которые будут проходить, они уже не так, как в прошлом году проходили для деток разного возраста. В этом году мы сделали акцент именно на семейные эстафеты, на семейные мастер-классы, на семейные арт-студия будут работать, что в те мероприятия, которые проводятся, будут детки. Это, в принципе, делать все со своими родителями. Начало нашего фестиваля начинается 30 мая. С 10 утра мы все собираемся на площади Советской. До 10.30 у нас все организации, которые принимают активное участие в нашем фестивале, волонтеры, которых в этом году очень приятно, что изъявили желание около 300 волонтеров, которые помогают нам в проведении нашего фестиваля. В 10.30 мы выстраиваемся в праздничную колонну во главе с Духовым военным оркестром. Далее у нас идут те наши участники, это молодежь, волонтеры, дети. Мы их очень просили, чтобы они подготовились, нарисовали разные плакаты, может быть, какие-то такие месседжи, которые касаются именно популяризации семейных ценностей. К нашему параду присоединились и лимузины с невестами очень красивые. Это мимоходулисты, волонтеры, разные там ростовые куклы, которые будут, в принципе, наш сопровождать до парка Дубовый Гай. В 11 утра на центральной сцене парка у нас состоится официальное открытие, которое тоже будет состоять из, в принципе, не только вступительных слов наших первых лиц города и тех организаторов, которые готовили этот праздник, ну и праздничная программа от детей. В 11.30 на территории парка Дубовый Гай у нас разделена, так сказать, парк разделен на несколько локаций. Это арт-студия, которая будет работать уже, рисунки на асфальте и рисунки на бумаге, лепка, художественные какие-то оформления, аллея из мастер-классов по квилингу, по плетению коз. В этом году, как и в прошлом, нам помогают департаменты образования области и представители высших профтехнических училий. Ученики, студенты активно включились в это мероприятие. И вот они где-то кучат некоторые цветочки, вот они делают, делают семейные деревья, потом вместе с родителями уже как бы украшают своими семейными фотографиями. Также у нас будет функционировать городок Хедмейда. В прошлом году это были наши мастера, умельцы города. В этом году присоединились и молодежь и волонтеры, которые также в различные направления, их будет очень-очень много, и центральная аллея парка будет отдана именно городку Хедмейда. В рамках развлекательных мероприятий будет функционировать детская канатная дорога, также различные эстафеты, конкурсы для детей, демонстрация аварийно-спасательной техники МЧС. Традиционно, как и в прошлом году, кто был, вы видели, что это просто масса удовольствия у детей вызвали машины скорой помощи, машины госавтоинспекции, МЧС, которые проводили не только мастер-классы, рассказывали, что это, как это, они могли попробовать, поездить, посигналить, побыть вместе с представителями МЧС и ГАИ. Ну и они нам устроили такой фееричный воздушный дождь, можно будет так сказать, они дети, когда наигрались, они им устроили такую поливалку в парке. Также будет работать передвижной консультационный пункт демонстрация взрывоопасных предметов, как современного образца, это очень актуально на сегодняшний день, и мы понимаем, что дети уходят на лето, на каникулы, и поэтому будет проводиться такая профилактическая беседа, как вести себя, как бережно относиться к огню, электричество, газ, и, конечно же, взрывоопасные вещества, которые могут быть найдены ими во время летних каникул. Мастер-классы по рукопашному бою, мастер-классы по сальсе, мастер-классы по брейк-денсу и фитнес-танциям. У нас будет еще такая локация «Свадьба на один день», где все желающие смогут так как понарошку получить свидетельство о браке на один день, а те семейные пары, которые уже, так сказать, серьезно настроены, и может быть уже кто подал заявление или хотят узаконить свой союз, они примут участие в лотерее, и главным призом будет поездка в Европу. Поэтому тоже есть конкурсы, все касается, знаете, на объединение, сближение, будет не только какие-то подвижные игры, но и, конечно же, интеллектуальные, и уже под конец дня это все будет в 16.00, закончат работать все локации у нас по парку, будет вот розыгрыш плюсов. По подаркам, которые у нас были презентованы в этом году, мы очень благодарны, что их больше, потому что дети их очень ждут, и в этом году они будут их получать поэтапно. В те мероприятия и локации, которые будут функционировать по парку, дети каждые полчаса смогут обменивать, вот они прошли какую-то эстафету, прошли какое-то препятствие, такая вот у нас валюта будет ходить, мы ее называем дубовинки. Они собирают дубовинки, они могут их обменять на ярмарки подарков, они их могут обменять на такие большие подарки. Наши партнеры и спонсоры приготовили очень много разных сюрпризов. Айс, конечно же, традиционно у нас будет больше тысячи бесплатного мороженого для наших деток, и они уже обменивают и на аттракционы в дубовой роще, и на подарки, то есть это уже на их усмотрение. Как они хотят, у нас будет работать зона именно обменов подарков. И они поэтапно уже после прохождения тех или иных препятствий будут обменивать их. И будет еще демонстрация, демонстрационная площадка грибного спорта, где желающие дети могут в принципе со своими родителями провести время. На Канои и Байдарках у нас будут по Малому озеру они ходить. А сколько участников вы ожидаете? Сколько людей, как вы думаете, придет? Больше или меньше, чем в прошлом году? Было более 10 тысяч детей посетителей в нашем парке. В этом году, я думаю, что это будет цифра более 15, потому что это мероприятие ждут, звонят, активно спрашивают, разузнают. И я думаю, что в этом году будет больше 15 тысяч посетителей. Так как еще у нас в этом году дети внутренне перемещенных лиц, они добавятся к нам. Вот Дмитрий, я думаю, городской центр помощи активно помогает нам в этом. И эти дети будут активно привлечены к нашему мероприятию. Не только дети, но и их родители. Ну и родители. Вы упомянули, что семьи, которые собираются создать, или вот молодые семьи. Да. А вы ожидаете и семьи, у которых там дети разного возраста, правильно? Их тоже приглашаете? Ну, конечно. Мы приглашаем и детей, и семьи с детьми, и тех, кто собирается вступить в брак. Это мероприятие, знаете, так, семья-жена идет по этапу. Люди встречаются, люди влюбляются, люди женятся. Поэтому, в принципе, семья, она так идет поэтапно, и мы уже ждем не только детей. Будут ли еще какие-то яркие мероприятия? Потому что лето нам большое, и детям хочется отдохнуть. Чем вы детей радовать? Летом у нас запланированы несколько мероприятий и для детей, и не только для детей. Летом у нас запланирован лагерь в модульном городке. Это микрорайон космический. Потом еще один лагерь запланирован летний, дневной, в центре города. И один летний лагерь для деток у нас запланирован на море. Это июль месяц. И еще одно мероприятие запланировано на 17 июня в Верховном Совете Украины. При поддержке межфракционной депутатской группы «За моральность, духовность и здоровье Украины» там будут проведены парламентские слушания по проблематике семейных ценностей в Украине. И мы причастны к этому. И группа из молодежного совета, и группа активистов также посетит эти парламентские слушания. Если вас это заинтересовало, мы можем вас включить в списки и поехать с нами. Также парк, конечно, каждые выходные ждет наших детей, посетителей. В период лета у нас каждые выходные проводятся мероприятия не только для детей, но и для взрослых, для молодежи. Поэтому, в принципе, план график есть. И каждую неделю они всевозможны. Это и спортивные мероприятия, и образователи, это культурные вечера, и детские семейные праздники. Поэтому включаются и волонтеры, которые активно принимают участие на фестивале семьи в процессе лета, в период летних праздников, активно занимаются детьми в парке Дубовый Гай. Ну и хочу сказать, что тоже традиционно в рамках празднования Дня молодежи в конце июня мы сейчас отрабатываем концепцию проведения праздника. Мы хотим, чтобы там было задействовано и программа была рассчитана не только молодежи, но и на наших детей. Пока в наших планах не хочу все открывать. Пусть это будет небольшим как бы сюрпризом. Мы планируем такое крупное масштабное мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни, занятие спортом на Ждановском пляже. Скажите, известно, что зимой планировался каток в Дубовке. И сейчас с наступлением лета работать будут те же аттракционы, которые всегда работали для детей. Может их реконструкция наконец планируется какая-то, или открытие новых аттракционов. В этом году, к сожалению, с кризисом, и мы провели этот тендер на каток, и у нас был уже победитель, но в соответствии с курсом доллара он отказался. Мы не оставляем эту идею, и мы уже начали переговоры с представителем Турции, с частным предпринимателем, который, в принципе, готов поставить нам каток на условиях франчайзинга. Аттракционы у нас работают те же в городке аттракционов. Также у нас в прошлом году, если вы были, веревочный парк начал функционировать, тюбинговый спуск, стрелковый тир. И, конечно же, маленькие локации работают, но они не такие масштабные, как хотелось бы. Потому что, к сожалению, руководство пришло только полтора года назад, и те проблемы, которые есть, не дают нам возможность купить и обновить полностью нашу аттракционную технику. В этом году появился у нас новый автопарк, ну так мы его называем, у нас новые машинки гоночные. Мы работаем с ним на условиях совместного договора, и прибыль мы делим 50 на 50. Мы сами не в состоянии купить новый аттракцион, потому что они стоят от 3 миллионов гривен и выше. Но мы привлекаем наших частных предпринимателей на условиях таких, что мы предоставляем место, мы предоставляем своих работников, и прибыль делится 50 на 50. По поводу реконструкции аттракционов, да, сейчас у нас уже произошла замена одного детского аттракциона, и планируется, конечно, их покраска и приведение в такой яркий красочный вид. Все это планируем, работаем. Вот в фестивале семьи несколько аттракционов будут уже покрашены, и приведем их в интересный такой облик с разными такими интересными, может быть, наклейками или еще что-нибудь, чтобы демонстрировали не только наш парк, но и привлекали внимание детей. Не секрет, что сложнее всего заинтересовать подростков. Если родители придут с дошкольниками, с младшими школьниками, понятно, для них там будут мероприятия. А чем вы хотите или можете заинтересовать подростков, чтобы они пришли на ваш праздник? Для подростков там будет организована специальная зона, мы также предусмотрели этот момент, потому что подростков тоже будет достаточно на фестивале семьи. Специальная зона там, где они могут пройти мастер-классы. Там на месте, в районе Костровой будет специальная зона для них. Но и вечером их ожидает хороший концерт. И это сюрприз. Да, у нас там будут мастер-классы по военной технике, будут мастер-классы по брейк-денсу и, конечно, грибной спорт. Поэтому, думаю, что нашим подросткам будет чем заняться, им будет тоже интересно. А кто именно будут эти мастер-классы проводить? Расскажите, это ваши, я так понимаю, сподвижники, да? Ну, наши сподвижники, наши волонтеры, те, кто не безразличны вообще к проблемам молодежи. Что касательно грибного спорта, то это детско-юношеская спортивная школа «Локомотив». По фитнес-танцам это тоже спортсмены, представители бизнеса, которые имеют в своем распоряжении. Спортзалы, фитнес-центры, которые с радостью решили позаниматься на свежем воздухе нашей молодежи. И по брейк-денсу это молодежные команды, такие тоже волонтеры, в принципе, которые этим занимаются, которым этим интересно. И в наше время подростки – это такое одно из движений, которое, может быть, кому-то кажется специфическим, но тоже имеет место быть, поэтому мы подумали и об этой категории подростков. Ну и плюс профессиональное техническое училище, которое будет проводить мастер-классы, фактически это же подростки. Поэтому я думаю, что подростку-подростку легче найти общий язык и показать то, что им интересно. Поэтому мы надеемся, что каждый по возрасту, и молодые люди, и подростки, и дети, и семьи найдут там, где им будет интересно, на той локации. Поэтому постарались, чтобы была действительно обширная программа. Поэтому надеюсь, что им понравится. На самом деле в нашей команде, большой команде организаторов, больше 30 организаций – общественных, молодежных, поэтому команда очень большая, очень солидная. Приятно, что люди небезразличны к этой проблеме. Проблема не только молодежь, волонтеры и студенты, но и наш местный бизнес, который с радостью помогает нам в организации проведения этого праздника. Еще раз напомните, когда вы ждете и где наших горожан? Мы ждем все счастливые семьи 30 мая на площади Советской. Это Майдан Воли. Мы собираемся там в 10 часов утра, в 10.00. В 10.30 мы выходим парадом счастливых семей в парк «Дубовая роща». В 11 часов в парке состоится открытие. И после открытия небольшой концерт, представление. И дальше детские активности и веселый праздник до 16.00. Затем в 17 – молодежный концерт. Благодарим наших гостей за четкие, исчерпывающие ответы. А вас, коллеги, за активное участие в пресс-конференции. Мы ждем вас каждую неделю в нашем муниципальном пресс-центре. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова